Всем привет, с вами Галактики, мы продолжаем играть в Террарию, версии 1.4, режим мастера, и в прошлой серии мы уничтожили уничтожителя, разрушили разрушителя, и в общем убили первого механического босса, червя, после чего пришел к нам стимпанкер, я у него закупил вне записи телепортов, поигрался, поставил их парочку тут в нужных полезных местах, можно, да, я напомню, мне ребята в прошлом сезоне много говорили, можно поставить типа эти нажимные плиты, чтобы когда мы заходим на телепорт, они сразу активировали телепортацию, но мне такой вариант здесь не понравился, потому что телепортировало меня моментально с места на место, в общем, что-то было не то с нажимными телеплитами, вот, но в любом случае телепорт это классно, и кроме стимпанкера, да, после механического босса, после убийства, начинают фрукты жизни расти в джунглях, и как раз у нас джунглевый биом прямо под домом, я уже 5 фруктов жизни насобирал, каждый дает 5 дополнительного максимального здоровья, плюс немного пофармил я вне записи королеву пчел, из 30 всего, да, в общей сложности, если так брать, 34 убитых королев пчел выпал только один трофей, давайте сейчас вот это все дело мы пойдем продадим быстренько, и посмотрим, что там у нас может быть выросло, выросли еще фрукты жизни, так, первым делом мы откроем, наверное, да, все, здесь быстренько, после открытия мы получили 2 платины, а если мы продадим, да, продавать можно все, я думаю, нам ничего не нужно из того, что есть в этих сундуках, мы уже все собрали, всех пэтов, всех саммонов, вроде все у нас было уже, поэтому все продаем, собираем бабло, быстренько смотрим, сколько у нас получится денег поднять, 4, может быть, да, 5 платину соберем еще, так, собираем, 4 с копейками вышло, окей, выгружаем это добро, и спустим сейчас в джунгли, и потом пойдем на нашу мобо-ферму, на мобо-ферме я в прошлой серии говорил, что хочу сделать кристальную ферму там, да, и там уже выросла призывалка королевы слизней, поэтому мы возьмем бафы, полный набор, стандартный набор у нас, да, зелье регенерации, зелье железной кожи, ярости, мести, выносливости, жизненной силы, просто скорости и зелье призыва, и кошечку, наверное, тоже возьмем с собой, поставим, если я не забуду, а, ну и на регенерацию тоже что-то можно взять, будет определенно полезно, надо взять еще, накрафтить, давайте просто парочку возьмем этих, так, 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 костры, есть костры, мы будем прямо под нашей фермой бить, там площадка есть, да, у нас будет место как раз для убийства королевы слизней, я думаю, там должно хватить места для маневров, как мы делаем, нам, по-моему, банка просто нужна, если я не ошибаюсь, просто банка, наверное, не просто, а может быть банка, но надо ближе к наковальне, а, цепь нам вообще надо, неожиданно, так, все, пошли, да, первым делом в джунгли заглянем в наше, что у нас тут, о, вижу, один цветок джунглей, а, я королеву пчел убивал, да, переоделся немного, так, вот сделаем, что ли, да, вон еще один цветок джунглей есть, давайте мы этот соберем дальний, чтобы не возвращаться сюда, и активируем, вот этот вот собираем, отлично, надо почистить колючки эти мерзкие, вот, и идем, у меня телепортационная комната, наверное, будет вот здесь, пещерка у меня тут такая вырыта, красивая, мне она нравится определенная, но, да, я тут пытался грибы выращивать, но, наверное, для грибов слишком низко, или что, в общем, не растут они здесь, поэтому телепортационная комната будет, на мобоферме вот у нас призывалка королевы слизней выросла, да, она отличается от кристаллов, в принципе, хорошо заметно, я в прошлой серии говорил, что она как плантера, но она не как плантера, ну, она растет как плантера, да, но не активируется при собирании, да, ее можно собрать и активировать когда угодно, что удобнее, удобнее, чем плантера, конечно же, намного, вот. Тут я использую осколок кристалла, в магическом сете вполне хороший урон идет, и фарм идет заметно быстрее, чем просто ждать, пока они, мобы, все эти сгорят на лаве, тем более, эти летучие мыши улетают постоянно, а так, если они подлетят, то они уже никуда не денутся. Таким образом фарм идет быстрее, но в АФК режиме отлично, спокойно, комфортно здесь фармится, и ребята предлагали поставить ловушечки, да, чтобы они постреливали и активировали мимиков, но это, это немного противоречит, как бы самой моей этой, моей задумки этой фермы, здесь можно постоять в АФК режиме, да, и собрать там огромное количество, там, эссенций света, например, или еще чего-то. Я ждал, например, вчера, думал, может быть, да, если постелить вот здесь дорожку, то начнут спавниться, дорожку из святых камней этих, да, думал, может быть, начнут спавниться элементали хаоса, из которых с маленьким шансом, они сами по себе спавняются с маленьким шансом, и из них еще с маленьким шансом выпадает посох раздора, если я не ошибаюсь его названия, посох, который позволяет телепортироваться очень удобно, и даже для строительства, и вообще, в общем, удобная штука, даже для битвы с боссами некоторые ребята ее используют, его, точнее, посох этот, но не спавнятся элементали, я просидел, насобирал порядка 600 эссенций света, если я не ошибаюсь, кучу золота у нас собралось здесь, но не было ни одного этого, надо будет переделать, наверное, ферму, если я все-таки хочу выформить этот посох, надо будет, может быть, телепорты использовать, может быть, построить больше дорожек, да, у них, как бы, шанс спавна маленький, и у нас только одна дорожка, и на всех остальных местах, да, других мест, откуда мобы идут, спавн перебивается, да, и, может быть, если как-то по-другому организовать, то, ну, в общем, дело будет идти гораздо лучше, посмотрим. Но мы сейчас не про это, мы сейчас про королеву, 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 как ее, королеву слизни, да, активируем, тут у меня на активаторах, да, это ферма кристаллов, очень удобная тема, собираем добро, и я вот думаю, что здесь места должно нам хватить. Поставим только пару костров, пару банок для регенерации жизни, и здесь то же самое организуем на расстоянии, где-нибудь вот здесь еще кисоньку поставим на дополнительных 5 защиты. Есть 5 защиты? Я что-то не увидел. Ну, я надеюсь, надеюсь, что есть. Так, ну и давайте вызывать. Бафнемся. А, можно еще тучку использовать, да-да-да. Для разнообразия. Так, 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 вот так я хочу, что было, призовем саммонов. А, еще можно бафнуться вот так и призвать еще одного саммона. Пару тучек, и мы готовы, да, поехали, 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 посмотрим. Ребята говорили, что босиха довольно простая. Ненамного сложнее короля слизней, хотя он что-то стреляет, спавнит летающих слизней. О, маны нет. А, я не взял, с собой надо было банок с маной взять еще. Но слизней вроде, да, много спавнится. Я думаю, что маны должно хватать нам. Попробуем ее держать на этих. Над, под тучкой почаще. Ой, она полетела. Тучка закончилась. Но мы, наверное, не будем ее перепризывать, не будем это, да-да-да, дамажим, дамажим по полной. 109 урона, весьма не дурно. Я бы даже полечился, наверное, я... Ай-яй-яй, я пока... Ай-яй-яй, ай-яй-яй-яй-яй-яй. Что-то все летает во все стороны. Страшно. Что-то это ко мне летело только... А, это монориген. Такой, типа... Так, убиваем саммонов. Блин, работают, конечно, мозг ктулху и броня святая эта. Шикарно. Я столько уронов просто проигнорил. Уронов? Столько урона. Проигнорил при помощи мозга и брони. Просто невообразимо. Что там, 5 секунд могу еще полечиться? Ау-ау-ау. Лечусь. Сколько у тебя там? 2,5 тысячи жизней еще. Не хочет умирать вообще никак. О, наконец-то. Фух. Так, мы получили ее трофей только, да? Это реликт, точнее. Это все, наверное, пусть стоит. Кошку я, наверное, заберу. Я потом забуду, где я ее оставил. Тем временем здесь лук вон выпал. Ну, я не буду за этими, за остальными шмотками и тем. Так. Выкладываем бафы. Нам они, наверное... Наверное, не понадобятся сегодня уже. Так. Выкладываем все остальное. Это выкидываем. Котейку на охрану двери. И поставим новый трофей. Новый босс был убит. Отлично. И давайте вскроем мешок. Валатай... Желатин какой-то. Выпускает желатин периодически, который наносит урон врагам. Давайте посмотрим на желатин. Кристальный ассасин. Пока непонятно, да, какой это сет, к чему. Но повесим его пока что. Ну, короче, ерунда какая-то, я понял. Похоже. Похоже на то, что это ерунда какая-то. Так. Ну, хорошо. Что-то я хотел... Да, наверное, зелье... Не зелье, а... Кольцо регенерации пока сюда выложу. А эту штуку оставлю здесь. На регенерацию маны. Так. Что у нас дальше по плану? С королевой слизней мы разобрались. Будем ее подфармливать пока. Посмотрим, что из нее падает. Тогда по дропу, конечно же, нам ничего не покажет. Это тема, да. Бестиарий, атака, дофенс. ХП, наверное. Так, какой-то фильтр здесь стоит. А, вот этот вот, вот, вижу. Все. Отключим. И по ХП королева слизней у нас здесь находится. Трофеечек из нее должен... Да, и... Хм... Королеву слизней. Надо, короче, фармить будет еще. Окей. Да, теперь. Я в прошлой серии как раз говорил, что сегодня мы пойдем фармить карты. Карты для активации пиратского нашествия. Ребята предложили в комментах попробовать короля слизней там убивать в океане, да. Да, и... Он спаунит слизней, и слизней мы убиваем, да, и есть шанс на выпадение карты. Посмотрим этот вариант и возьмем еще призывалку червей. У меня, по-моему, нету трофея с червя. Поэтому... Со стандартного, да, до хардмодового червя. Поэтому надо сделать. Надо организовать червя. Так, есть. Есть. И... Нам надо к этому подойти. К алтарю. Первым делом. И надо первым делом сделать еще короны. Золотые. Сколько штук? Давайте, может быть, 10. Сколько паучков. Сколько там? Не важно сколько. Давайте еще парочку сделаем. Так, ну и этого хватит. Я думаю... Пошли к алтарю. У меня алтарь где-то здесь недалеко был. А еще я слизь забыл. Потому что для призывалок нам нужно по 20 слизей. 12 есть. И 3 призывалки червя. Отлично. Для того, чтобы призывать червя в океане, нам нужно создать будет там биом искажения. Возьмем для этого немного эбонита. И телепортируем сюда, туда ракушкой сразу. И где-нибудь... Давайте где-нибудь повыше. Тут у нас кримтонитовая, кримзонитовая пустыня. Ну, давай, давай, давай. О, есть. Есть. Пим-пим-пим-пим-пим. Давай еще повыше. Пим-пим-пим-пим. Где-нибудь на таком расстоянии. Соберем сейчас биом. Биом большущий. Но... Мне не очень нравится обновление вот в этом плане. В плане того, что увеличили количество блоков нужных для создания биома. Ну, к этому надо просто привыкнуть. Есть. Биомчик перекрасился. Отлично. Тут мы, наверное, платформу все-таки сделаем. Я по воде хожу, но... Мобы по воде не очень ходят. И лут будет падать, поэтому... Лучше мы сделаем платформу здесь снизу, чтобы удобнее было тот же лут собирать и смотреть на него. Так, ну, вроде все. Порядок. Я думаю, можем вызывать нам ночь-день. Не важно для этого босса, поэтому... Поехали. Начнем с червя. Мне кажется, он будет... Интереснее и приятнее сейчас. Потому что мы можем просто стоять и просто заливать его. Это кайфушечка. Пиратская карта есть. Выпала уже. Пиратские карты фармятся из любых мобов, которые, да, умирают в океаническом этом биоме. Но, так как вот у червя много сегментов, то при каждом убийстве сегмента есть шанс на то, что червь дропнет карпом. Поэтому это довольно неплохой такой способ. Быстро и эффективный для фарма именно карпа. Так. Нам тут никакие бафы не надо, ничего, да, потому что уже мы... Этого босса переросли давным-давно. Но нету пока, да? Только вот одна вроде выпала карта. С трех боссов шапка. Мне шапка, по-моему, не нужна. Мне нужен этот самый был. Как он называется? Сам дождевик. Еще тут была серия какая-то, ребята некоторые часто писали, что Антоха, ты тут сундук пропустил, вот тут вот в океане. Ты так бегал возле него несколько раз и пропустил, как ты мог, Антоха, ты такой невнимательный. И ребята, видимо, не смотрели серию, которая была до той, в которой они писали, потому что до этого мы сундук обчистили. Он пустой, давным-давно стоял. На тот момент, когда они писали об этом. Мой любимый случай. Видео не смотрю, комменты пишу, да? Мой любимый случай. Акула уплыла. Акула супер-мега редкость здесь, конечно. Ладно, давайте вызовем теперь короля слизней. Жалко, нельзя сразу 20 штук призвать. Где он там? О, слизни. Пошли снизу. Да, как бы слизней тоже он спаунит немало. И вон, да, пиратская карта только что из одного из них выпала. В принципе, хорошо. Две карты мы уже собрали. У нас будет, как минимум, два шанса на убийство этого пиратского корабля. Тучка ты, ну камон. О, да? Я что-то не обратил внимания, только сейчас уже начал смотреть. Что такое? А, эта тучка меня тупо залила, походу, да? А, я не... Проклятый дождь. Вылетают маленькие сферки такие по мобам. В манекена, наверное, лететь не будут просто так, да? Жаль. Ладно, погнали. Продолжим фармить королей. Фармим королей. 14 голды, да, блин? 28 с меня, наверное, выпало. Кучу бабла слил он из-за этой тучки проклятой. О, маны нет. Ну, где-то там. 38 еще голды? Это, типа, голда, которая с меня выпала, разделилась на несколько кучек, что ли, получается. О, еще одна карта. Да, в принципе, неплохо. В принципе, неплохо идет дело. Ну и остальных я на паузе сейчас зафармлю. Посмотрим, что мы соберем. Вообще, шары вот эти вот, конечно, забавные. Это слизь, которая вспаунится из шарика, из королевы слизней. Оп. Сквозь мобов проходит. В принципе, неплохой более-менее урон наносит. Но, да, конечно, в качестве какой-то забавы, да, штука неплохая, но прям пользы-пользы наверное, наверное, нет от нее. Поэтому поставим сюда что-нибудь. О, кстати, вот это надо поставить и что, вот эту штуку тоже? А, не снимается еще, зараза, но не перекладывается, я имею ввиду, в слотики. Декоративные. Девять карт уже нафармил, да, у нас еще одна призывалка короля есть. Очень неплохо. Две карты, правда, выпало с водных мобов. Надо будет еще тоже посмотреть, потому что слизь-то это падало, падало постоянно вниз. И там могли какие-то... Еще одна карта, да? Могли какие-то медузки умереть. Или крабы, надо будет еще по дну пройтись. Десять. Карты, конечно, целая куча. У нас будет много попыток разобраться с пиратским вторжением и нафармить себе летающий корабль, да? 1600 слизней. Синих было убито. О, мана. Так, все. Вроде больше ничего. Давайте по дну пробежимся. Посмотрим, тут звезды падали. Плавник акулий. Что там было такое? Что-то не по-русски. Идем. Почти целую платину тоже собрали. Разгружаемся. Давайте первым делом посмотрим, что у нас здесь. Что это такое? Еда какая-то на 18 минут из акул. Ну, трофей слизни у нас есть. Нам такое не надо. Нам такое не надо, да. Так, слизь тоже вагонами у меня собирается. У меня полный сундук этой слизи. Уже есть. Неинтересно. Дождевика, по-моему, тоже у меня так и не было, да? Я... А, вон он. А, наоборот, дождевик у меня как раз был. Ах ты! Хорош, хорош. Так. Все. Чистим барахло и идем, ждем рассвета, да, и идем пиратов бить. Да, еще перед пиратами пару вещей давайте сделаем. Во-первых, продадим шарфы. Я, кстати, оставлю. Продадим все вот это вот барахло. из слизня, которая выпала. Шарфы можно будет перековать, да, на разные типы бафов. Это будет полезно. Руду тоже не продаем. Ее можно будет тоже перекрафтить, чтобы больше денег заработать при продаже. точно так же и мне, ребята, посоветовали красителям. У нас на ферме, на нашей, да, очень много красителей красных идет. И их тоже лучше перерабатывать и только потом продавать. денег намного больше получается. Так. Надеюсь, я ничего лишнего не продал. Еще платинку мы заработали. Это не телепорт, вот это телепорт. Так. Выложим шарфы пока что, потом я их почарую, посмотрю, подумаю, чего куда. И перед пиратами, давайте закупимся новыми оружием, новым оружием, новым сетом каким-нибудь, сейчас подумаем. У трактирщика после убийства механического босса, да, у него обновляется ассортимент и мы можем что-то прикупить. Четыре сета, каждый под свой тип посохов, да, и новые тиры посохов тоже появились. В прошлом сезоне я был призывателем баллист в сете Сквайра бегал. Это четыре базовых класса в Dungeon Defenders, кто вдруг не играл. Это, опять же, напомню, коллаборация с Террариус с другой игрой от их общего издателя, как я понимаю. И тут тут я, если честно, даже не знаю. Я, наверное, возьму огнеметную трость и, наверное, сет мага давайте возьмем для разнообразия, чтобы не повторяться с прошлым сезоном, попробуем поиграться вот в этом сете и с этим посохом. Сет увеличивает немного магический урон, магический крит, увеличивает урон самонов и увеличивает количество вызываемых баллистов, ну, не баллистов, а этих, турелей. в нашем случае, да, огнеметные турели или же королевы пауков, тоже мы можем вызывать их три штуки, да. Вот, тоже, в принципе, вариант довольно интересный. Три королевы пауков могут наплодить невероятное количество пауков, это уже забавно будет выглядеть. Ну и да, что еще, увеличивает сетовый бонус поле зрения и дальность стрельбы огнеметных стражников. Да, магический урон на 10, 20% магический крит и скорость движения. В целом, как бы, интересный сет. Давайте выложим ему сюда в сундук монетку одну оставшуюся. И, да, я еще не показывал, я гнома своего нашел, фармил гниль на ферме, где мы рыбу ловили до нашей основной рыболовной фермы. И мне очень-то ферма не нравится, конечно, в плане такого, афк там вообще не поафк шиш. Вот у нас одна здесь, по-моему, сразу. И на следующей, на следующей, в этом обсидиановом биомчике. Тут я фармил. Гниль, мумии тоже идут в огромном количестве. Медузка новая, да? Вызовем, давайте, кого, кого, кого? Давайте этих, наверное, вызовем сразу. Так вот, ферма, короче, вообще не афк, потому что постоянно черви спаунятся, ночью призраки постоянно, вон, червь, да? Постоянно прилетают, и мне вообще не понравилось здесь. Я здесь немного постоял, да? И гномы, наверное, я отсюда заберу. Может быть, еще было бы неплохо пофармить. Мы трофей не получили, да, 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 нам придется... Стоп, у нас гнили хватает, мне грибов не хватило для еще призывалок червей. Но я думаю, в любом случае гномы отсюда я заберу, а то я про него забываю. С мумией идет большущее количество... Давайте, наверное, по биому отфильтруем сразу. Кримзоновая нет, не андеграунд, а пустыня. Вот, мумия. Идет куча осколков тьмы и прочих аксессуаров. Сет из мумии тут тоже собирается. Ну, в общем, как я уже сказал, сидеть здесь на какой-то более продолжительной такой основе мне не понравилось. Разве что, ну, следить за персонажем постоянно, пить зелье лечения постоянно, потому что черви могут вломить не на шутку. Ну, ну и, да, пойдем отсюда. Верну я гнома пока, наверное, куда-то сюда. Поставим. И выложим все вот это барахло. Но там, да, там есть, помимо пожирателей душ, там и уничтожители есть. Уничтожители? Разорители? Сейчас. нас интересует просто corruption. Коррапторы, короче, разлагатели, вот, разлагатели, из которых витамины падают. То есть, можно было их нафармить без проблем на поверхности даже. Так, ну все, теперь наступает торжественный момент, когда мы идем фармить, когда мы ждем рассвета, пожалуй, да, давайте используем вот эту штуку, дождемся сразу рассвета, чтобы не спать и пойдем убить пиратов. А, давайте, стоп, подожди, да, давай, а, все. Солнечное со, 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 так, 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 это, конечно, хорошо, но не по плану вообще, слушайте. Вы могли солнечное затмение фармить? Кто-то тут проходит сквозь стены? Я вот не помню. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой, тут кто-то явно страшно стреляет. Так, маны нет, да? Мана все, тю-тю. чтобы ману собирать. О-о-о-о, да, это было не по плану вообще. Ну, мы можем, конечно, попробовать вот так вот сделать. Я не знаю, что у нас получится из этого. Может быть, мы тут и умрем сейчас? я по-моему, не могу. нам надо вниз спуститься. А, это я пауков призываю. Тихо-тихо, я хотел баллисты, да, не, я могу баллисты подставить через стенку. Давайте мы сейчас сделаем так. Надо вот здесь закрыть. Вот эту тему. Ну, давай, умирайте. А, не достаем. Ладно, вот так вот закроем, да, и уже будет немного удобнее. Здесь, кстати, можно двери поломать, нам они будут только мешать. И мы можем теперь пострелять даже немного. Тучку я, наверное, туда не это самое, да? А, нет, смогу призвать. Куда-то туда. Давайте, наверное, вот так вот даже сделаем. Фух, хорошо. Я, я не был готов к этому событию совсем. Мне казалось, оно немного позже должно случиться. Так, маны нет. нам вот эти вот существа из глубин нужны больше всего. По-моему, они самые полезные для слезть ушла. Так. Пока лута какого-то я не вижу. Полезного или неполезного вообще никакого не вижу. А из вампиров крылья, по-моему, ну, или предмет, который нужен для крафта крыльев дропается. Надо было банок с маной взять, чтобы вот эта штука их реализовывала. О, ракушка Нептуна. Отлично. Это как раз один из предметов, который нам нужен был точно здесь. Жалко, я еще не подготовил этих зелий битвы, чтобы, может быть, спаунилось больше молов. Было бы лучше. Все, мана закончилась. Мне определенно нравится этот осколок кристалла. Так, ей надо перепризвать. Здесь им удобнее вдамажить, все-таки, чем душем. Блин, мне что-то казалось, что на солнечном затмении кто-то должен проходить сквозь блоки. Ну, так, в принципе, довольно простой ивент вышел. Когда у нас баннеры тут появятся, будет вообще красиво. Баннер, наверное, будем снизу вешать. К вешать. Играет музыка Сейчас только 11 утра О май Это будет долгий день Еще одна ракушка Нептуна выпала Я думаю, знаете что Тут щит мы наверное возьмем Не щита этот Магнит Чтобы больше сердец мы могли собирать Например на большем расстоянии И тогда более постоянно сможем дамажить Первое знамя пошло Знамя существа из глубин Еще одна ракушка Нептуна Я тут только начал думать, что наверное Кроме ракушек Нептуна ничего не падает Но там лежит лунный камень Какой-то Не помню что с лунным камнем делаем Но очень интересно посмотреть Но пока еще да Еще Дети сидеть Знамя Франкенштейна Так Ну потом со временем вот этот дом снесем Да и трофеи тогда вниз перевесим Пока здесь будут висеть Потом мы наверное ферму сделаем Наподобие Как в прошлом сезоне Как во всех сезонах у нас ферма была Ферма для событий Аренку такую Знамя болотной твари Хорошо идем Скоро уже День Закончится Еще чуть-чуть Но вроде да Довольно тихо и спокойно Вполне себя Комфортно фармим Надеюсь точно так же и с пиратами у нас Знамя Фрица Фриц Это кто такой Интересно Что за фриц Франкенштейнов я вижу А вот это фриц Окей Полчасика еще осталось Ну вроде все Пошли обычные зомби Давайте выбираться отсюда И посмотрим Что мы тут собрали По-моему ничего Кроме этого лунного камня Да И миллиона звезд С этой стороны И с этой стороны тоже ничего Ладно Давайте Телепортируемся На базу Посмотрим Ракушек Нептуна Конечно Боже мой Так Изготовление Из ракушки Делается только Лунная ракушка Понятно Сейчас сделаем Из лунного камня Делается Из солнечного камня Как раз Небесный камень Так Значит Где у нас лежит 4% урона Ну мы наверное Да Ничего Какая разница Все равно не будем Использовать Так Ночью превращает В оборотня В воде В амфибию Что еще Из этого Мы можем сделать Небесная ракушка Небесный камень Так Небесный камень Ага Нам надо Получается Солнечный камень Теперь Чтобы это все Дело собрать Солнечный камень Наверняка Солнечного затмения Выпадает Сейчас мы посмотрим То есть Ракушки Все эти Мы можем Смело продавать Это тоже Можем продавать Зато Почти Две платины Мы собрали Не дурно По моему Вполне Так Быстренько Сейчас продадим Почем Ракушки Нынче По Тринадцать Тоже Неплохо Вполне Шестьдесят Голды Так Окей Что-то Я еще Хотел Да Посмотреть В бестиаре Точно Вот что Я хотел Есть у нас Фильтр Да По Затмению Сразу А вот оно Что Наверное После как раз Убийства Там Плантера Или Голема Вторая часть Солнечного затмения Будет Это похоже Да Как раз Крылья Сломанные Стейки Будет падать Всех остальных Мы точно Хорошо Изучили Да Надо поспать Надо поспать И идти Пиратов Пинать Так Возьмем Возьмем С собой Гнома Скоро Уже Рассвет Возьмем С собой Кошачью Статую Возьмем С собой Еще Во Вот эту Штуку Для бафа Хрустальный Шар Про хрустальный Шар Я забываю Ну и Вроде бы А Возьмем Зелье Маны Точно На всякий Случай Большие Наверное Большие Возьмем Пусть Пусть Будет Пусть Будет Пригодится Так Ну и Идем Сюда Здесь Надо Небольшую Пере 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 Эту самую Сделать Пере Пере Организовать Себе Небольшое Укрытие От пиратов Так Что-нибудь Так Я думаю Пойдет Я уже Не помню Как там у нас В прошлом сезоне Было Чего я делал Ну по-моему Что-то простенькое Типа обычной Коробки Вполне Меня устраивало Так Это против корабля И против всяких Мелких пиратов Поставим Гнома Поставим Статую На защиту Вообще Активаторами Было Тут Вот Убрать Крышу Было бы Полезно Поставим Вот эту Штуку Пойдем Возьмем Что там у меня Правда Я все Я повыкладывал Наверное Сюда Что громко Едет Или Скорая Или Полиция Рычаг Один Возьмем Активаторов Возьмем Немного И В этот А нам Не надо Посох Активаторов Выключатель Надо Все равно Так Что нам Получается Нужно По-моему Просто Вверх Вот эту Крышку Убрать И все Так Сюда Мы Повесим Рычаг И Сделаем Еще Платформочку Здесь Так Хорошо Да Я думаю Хорошо Давайте Запускаем Я потом Посмотрю Уже Когда Само Вторжение Начнет Какие у нас Будут Варианты Тут Наверное Хотелось Еще Вот тут Пару дырок Проделать Чтобы Мы могли Тучку Закидывать Вон так Это будет Хорошим Вариантом Только Закидывать Ее Плохо Получается Ну Пойдет 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 О Пошли Пираты Тучки Тучки На месте Турели Давайте Поставим Давайте Наверное Поставим Может быть Все Три Турели С одной Стороны А я Буду С другой Стороны Работать Этим К примеру Такой Тоже Вариант Неплохой А я Бафнулся Кстати От этой Темы Или Нет Вот Теперь Точно Бафнулся Так Интересно На вот эти Вот Вторжения Пиратские Гоблинские Где Индикатор Есть Работает Ли Зелье Битвы Будет Ли Больше Спавниться Одновременно Мопцов Так Тучки Перекастуем Наверное Плохо О Пойдет Ну и Не спеша Себе Фармим Ждем Корабль Корабль Это для нас Самое Самое Интересное Золотая Люстра Ко мне В ручке Уже Пришла Табуретка Там Золотая Это у нас Часы А мы Еще Этого Можем Вызвать Правильно Паука Давайте Кстати Еще Попробуем Королеву Пауков Может Быть Она Будет Круче Да Не Может Такое Быть Что Она Будет Круче Я Не Уверен Ну Наверно Нет Как Не Крути Да У этих Урон Все Так Побольше Получается Хоть и Ненамного Но Все Рано Неплох Так С Пиратским Этим Будет Наверное Не Очень Приятно Сейчас О Хорошо Я Согласен Такой Вариант Меня Более Чем Устраивает Я Думаю Это Победа Наверное Вот так Вот Сделаем Все Так А Наши Саманы Будут Стрелять О Да О Да Самое Важное Для нас Это Именно Корабль Все Остальное Вообще Плевать И Два Корабля Да Мы Сможем Наверное Попробовать За За вторжение Убить Заодно Так Мана Закончилась Банку Мы Одну Выпили Так Дальнее Осталось Только А Тучку Я Могу Туда Призвать О Это Очень Хорошо Спасибо Игра Еще Еще Один Корабль Да Мне Наверное Уже Не Надо Я Не Знаю Вроде Уже Не Надо Я Вроде С Первого Корабля Получил Все Что Все Что Хотел С Первого Корабля Летающий Голландец Или Как он Там Надо Короче Троли Наверное Снизу Поставить Там Мне Кажется От них Будет Больше Толку Так Тут У нас Пиратский Это Да Капитан Еще Один Корабль Да Моя Прелесть Блин Надоел Уже Прыгать О Призрак Нам Ничего Не Сделал Так Хорошо Ага Вот Так Да Две Клетки Дырку Сделал Да И Попугаи Меня убили Просто Моментально Разорвали Попугаи Убийцы Блин Не могу Инвентарь Посмотреть Корабль Наверное Исчезнет Сейчас Я Предполагаю Еще Пока На месте Так 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 Давай Где 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 Блок Где Блок Есть Во Так Тучки На месте А Это Кстати Как-то Не Очень Не Очень Да Прилетел Но В принципе Пойдет Давайте Вот Так Вот Сделаем А Ну Да Нам Главное Только Тучкой Дальнюю Пушку Уничтожить Это Уже Техника Отработанная Помню Как Было Тяжело На Пиратском Вторжении На Версии 1.3 Как Только Она Появилась Да Когда Пираты Впервые Зашли Правильно На 1.2 Пиратов Еще Не Было Ну Короче На 1.2 Не Помню Но На 1.3 Я Страдал Это Я Помню Так Снимаем Крышу И Собираем Барахло Время А в принципе Не важно Что время Позднее Правильно Мы можем Фармить Пиратов Этих Как Угодно И Сколько Угодно Почти Платину Мы Получили Это У Нас Знамя Матроса Тоже Пойдет Сабля Да Сабля Такая Ну Сабля И Сабля Да Ни Туда Ни Сюда Урон Хорошая Автоатака Но Оружие Ближнего Боя Без Дальнобойных Атак Это Как-то Грустно Все Больше Ничего Не Выпало Правильно Три Реликта Выпало С него Все Остальное Тупо Этот Золотой Декор И Все Давайте Позовем Еще Пока Пиратов Пока Они Идут Посмотрим О Пиратское Второжение У нас Тоже Есть Отдельным Фильтром Очень Удобно А Да С него Ой Сколько С него Всего Должно Падать Ну Может Упасть Не А Может Упасть Трофей Летучего Голландца Черная Метка Как я Понимаю Так Золотое Кольцо Пиратский Посох Дисконтная Карта Счастливая Монета Это Все Полезное А Все Это Падает Как Как Босса Так И Со Всех Остальных Может У Босса Шанс Чуть Выше На Да Походу Ну Короче Да Есть Еще Что Пофармить Вот Это Все В принципе Полезно Денежная Пушка Это Наверное Нет Пользоваться Я Скорее Всего Никогда Не Буду Может Быть Этим Кольцом Тоже Я Никогда Пользоваться Не Буду Сам Они Неплохо Ну И Вот Эти Две Темы Это Очень И Очень Хорошо На 20% Понижает Цены Это Наверное При покупке Ну Короче Посмотрим Выбьем Не Будет Понятно Так Тучки Сюда Давайте Тебя 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 Сколько Мы Две Бутылки Маны Только Выпили По Скромному Весьма А Сейчас Вот Интересно Не Закончится Ле С Наступлением Ночи Вторжения Пиратов Пойдя Не Должно Гоблины Висят Пока Мы Не Убьем После Того Как Они Пришли Еще Одна Абордажная О Кровавая Луна Два В Одном Я Не Против В Принц Единственное Что С Кровавой Луны Мне Ничего Не Но Кстати Мобов С Кровавой Луны И Нету Ни Один Зомби Не Спавнится Это Вообще Хорошо Надо С Капитаном Только Осторожно Так Знамена Вешаем Это У нас Мундир Морского Разбойника О Колечко Золотое Есть Надо Наверное Копилку Вызвать И Бабки Сложить На Случай Если Мы Где Нибудь Помрем Сейчас Случайно По Какой Либо Причине Так Куда Полетела Видели Туча Куда Тупо Свалила Неожиданно Корабль Пиратов Спавнят Да И Пираты При Смерти Дропают Нам Маны Немного Ну Еще Бутылку Мы Одну Выпили Ничего Пока Там Не вижу О Еще Один Там Ничего И Не Было Нечего Смотреть Так Так Может Сделаем Тоже Мечи Короче Падают Да Очень Часто Знамя Еще Чье То Мы Получили Повесим Сейчас Тоже Знамена Если Мы Вешать Будем На Активированную Стенку Активирующуюся То При Активации Наверное Знамена Все Будут Падать Плохо Ничего Интересного Капитана Пиратов Мы Не Убили Да Он Где-то Прыгает Еще До Сих Пираты Побеждены Да Вон Он Давайте Зовем Еще Наверное Мы Ничего Не Выбили Надо Кстати Перебафиться Было Пойдем Сейчас Попробуем Лутецкий Собрать С той С той Стороны С этой Тоже Так Хорошо Деревянная Стрела И зомби Наверное С простого Так Предлагаю Сразу Сразу Ага Тут уже Целая Куча Барахла А вот это Кстати Баннер О Тихо Блин Не успел 170 урона От призрака Не успел Барахло Почистить Немного Так Надо Сейчас Его Почистить Нет Не то Не то Не то Вот Вот Так Сейчас Этот Меня убьет Еще Блин Проклятый Проклятый Баннер Тут места Нет Черт 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 Тут тоже Почти Нет Черт 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 Есть пустой ящик Пустой ящик Нет пустого ящика Черт 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 Так Выкладываем Все золотые Приблуды Пока что Сюда Фонарь Золотой Сет Так Баннеры Повесим Вот это нам Не надо Мечи Пусть сюда Все идут Крутофайки Быстренько Давай Быстренько 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 Колечко Только Наверное Оставим Это Платформы Простые Ну Золотые Непростые Да И Чик Все Погнали 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 Говорим Давай Так Во Пираты Пошли Пошли Пираты Крыша Закрыта Все Порядок Да Баннеры Давайте Повесим Один Второй Повязка На глаз Черная Так Быстрая Стопка И выложим Еще Вот это Вот Все Чтобы Удобнее Немного Было А Угненные Стрелы Можно Выкинуть Уже Не нам Не нужны Фух Все Еще Одна Глазная Повязка Еще Одно Знамя Кого-то Вот Сейчас Пойдет Форм Этих Пиратов Только Так Это Уже Повторяющиеся По-моему Пошли Знамя Матроса У нас Уже Было Было Уже Два Раза Знамя Матроса Это Нам Неинтересно Еще Один Пиратский Корабль Сейчас Падет Или Не Падет Падет Без Лута В Очередной Раз Смотрел Я На Этот На Маунта На Корабль На Этот У него 25% Шанс Выпадения В принципе Довольно Много Очень Неплохо Что Это у нас Шкаф Книжный Куча Всякого Барахла Бесполезно Вообще Стоп А куда Капитан Уходит Да Ну Давай Попай 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 Блин Капитан Да Скрылся Ну Ладно Собираем Посмотрим Может Где я Чего Не Заметил Из Интересного Лута Но Нет Никакого Интересного Лута Пока Ну Колечко Там Да А Ну Еще Материалом Подождите Является Очень Интересно Идем Посмотрим Еще Одна Платина Сороковочка Уже Собралась Гид у нас Где Вечно Умирающий В каждой Серии С чем Мы тебя Собрать Можем А С счастливой Монетой Тоже Является Материалом Хорошо Ну Короче Надо будет Пиратов Пофармить У меня 7 карт Еще есть 7 попыток Есть на Всякий Разный Лут Который Ну В принципе Не так Важен Был Как Этот Корабль Наверное Корабль Просто Корабль Быстрее Чем Железная Дорога Быстрее Чем Все Те Маунты Которые У нас Были С Бесконечным Полетом Ну Что По-моему Время Пришло Зачистить Небеса От Тумана Войны По-моему План Отличный Будет ли Нам Больно Очень Интересно От Виверн Они Наверное По-нам Даже Не попадут Никто По-нам Наверное Не попадет С такой Скоростью Сумасшедшие Да вы что Просто Фантастика О Не догонишь Не догонишь Да Это конечно Классно Ну Я не знаю Мне кажется Как бы Слишком Слишком Крутой Тоже Маунт Который Которого Достать Довольно Легко Шанс выпадения 25% Ну Очень Большой А пользы От него Просто Невероятно Много Как мне кажется Может быть Конечно На боссах Маневренности Будет не хватать Но это Мы уже Посмотрим Потом Когда будем Боссов Убивать Ну а пока Что я думаю На этой чудесной Ноте Можно серию Закончить Всем спасибо За просмотр Всем пока И увидимся В следующей серии В чистом небе Красота Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за просмотр